Сегодня в гостях у женского сообщества из Динамы Вазарев Яхья Байрамов, гид-экскурсовод, основавший школу ДОСТ и еще другие проекты, связанные с туризмом в Азербайджане. Здравствуйте, Яхья Мялин. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашей присутствии. Спасибо, что пригласили. Для меня это был сюрпризом, когда сказали мне, я очень рад и готов поделиться любой информацией, что касается туризма, да и не только туризм. Замечательно. И первый вопрос будет такой, как вы связали свою жизнь с туризмом? Ну так скажем, еще когда я учился в медицинском, ну не сиделось на месте, как только в свободное время, у нас тогда машин ничего не было, мы брали машину в аренду, мы собрались там три-четыре друга и выезжали. В горы, крепости искали. Одно из моих хобби и увлечений было то, что я со студентских времен, то есть 2000, ну в 2000 года, искал девичьи башни по Азербайджану. Все думают, что у нас возводят только одна девичьи башни, но на данный момент, на сегодняшний день уже 13 девичьи башни мы нашли. То есть они все разные, каждый поспорим красиво, то есть все началось с такого увлечения, хобби. И это превосход уже намного больше, чем хобби, да, это профессия стала. А параллельно с туризмом вы, в частности, каких-то других проектов не связаны с туризмом? Да, стараемся, так скажем, жизнь делилась на два периода, да, до пандемии и после пандемии. До пандемии я также занимался рекламой, я придумал одну систему BTR формы рекламы, то есть есть АТЛ, есть БТЛ. Я придумал БТЛ, такая интеллигентная культурная реклама была. Заключалось в том, что стояли стенды в отелях, ресторанах, приниках, салонах, красоты, неважно. И туда мы ставили буклеты, то есть что кому нравилось, тот и брал. То есть я был против адресивной рекламы, вот этот проект я делал вообще 2007 года. И нормально шло до пандемии, пока все объекты не закрылись, пришлось все собрать, покупать и закрыть. Ну, к вопросу о пандемии мы еще вернемся обязательно. Вы сфере туризма с 2002 года. Да. За этот довольно-таки долгий период у вас помимо ДОСТ, проекта ДОСТ, вы еще купите фирму ТЭК. Расскажите, пожалуйста, как вы ее основали? ТЭК основалась, так скажем, в 2012 году. Там уже все на персональном уровне делалось, мы встречали гостей. Все, что нужно, естественно, согласовывали за месяц, за два, иногда за шесть месяцев все согласовывали. Программу им прописывали. Просто у нас главная цель была пропаганда в хорошем смысле этого слова. Один просто случай приведу, и я очень часто своим ученикам тоже объясняю, что все говорят, что Грузия красивее, в Грузии намного больше посмотреть, можно там попробовать. Я говорю, неправильно. И вот был такой случай, когда приезжала сюда одна съемочная группа из Китая, они снимали шелковый пульсик. И в программе мне написали, что четыре дня будем в Азербайджане, шесть дней в Грузии. Меня это поразило, я спросил, почему. Он говорит, а нам сказали, что Грузия красивее, она интереснее. Она красивая, я не спорю, но она не красивее Азербайджана и не интереснее Азербайджана. Короче говоря, не буду долго рассказывать. Я так сделал, что шесть дней Азербайджан получился и четыре дня Грузия. Почему? Потому что я ему сказал про четыре горячие горы, про семь разных горящих источников, холодных и горячих. Вот вода просто гали. Рассказал про, не знаю, следы. Тогда я знал всего шесть монотеистических религий, не буду брать. Просто сейчас мы уже до восьми докопались. Там и тегрианизм, и метроизм, и многое чего. Это все в Азербайджане. Да, это все в Азербайджане. И вот то же самое говорю ребятам, что в Азербайджане есть что посмотреть. И те люди, которые побывали в шестидесяти, в восьмидесяти, даже один человек был, который побывал в 97 странах. И он мне говорил, что ехай, удили меня. Я говорю, давай, поехали, будем тебя удивлять. Если сравнить даже по территории Азербайджана с какими-то крупными странами, на территорию приходится очень много различных регионов. Каждый он многогранен по-своему. Конечно. У вас именно специфика, именно туры по Азербайджану. Да. То есть инкамингом мы занимаемся. Больше привлекали, опять же, до пандемии сейчас. с местными работами, которыми интересно. Но их очень мало. Сейчас, в общем случае, их 25-26 человек, которым реально интересно. Фольклор, история, этносы. Это сочетание делаем с секрет туризмом, с походами в горы. Чтобы люди 5-6 дней работают в офисах, хотят как-то разгрузиться. Помимо истории, мы небольшой поход делаем по 15-20 километров и возвращаемся. Вам приходится работать с мужчинами и женщинами. Скажите, пожалуйста, с кем вы работаете легче или труднее? Нет, я бы не сказал легче и труднее. Там каждому свой подход. Но почему-то вот этими вещами больше интересуются женщины. Фольклором, историей. Вот даже если взять походы, и походами больше интересуются женщины. Активные. Активные. Очень активные. Например, у нас, среди нас есть женщины, которым сейчас 2-6-9 лет. Они молодых ребят. Как мальчиков, так и девочек. Всех опережают этот период. И таких женщин у нас очень много. Такие женщины просто... Пример. Пример продолжаем. Да я удивляюсь. Мы-то там по утрам занимаемся, тренируемся. По лестнице бегаем, чтобы в горы нормально поднимались, спускались. Смотришь на них, просто удивляешься. Сейчас 2-6-9. Некоторых даже за 70. Это очень разно. Все ни по чем. Реально. Вот они любую дистанцию, там 20-30 км идут. То есть все осиливают. С какими трудностями вам приходилось сталкиваться в туризме? Это такой специфический продукт всех людей. Всем людям не угодить. Например, ты даешь объявление, что сегодня по программе будет это, 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 это. Нет в этой программе, там, лес, водопад и так далее. И вдруг среди тура спрашивает, а водопад будет или что-то такое. Ты стоишь смотришь, ну вы программу читали? Он говорит, ну читал. Я говорю, вы там водопад видели? То есть проблема номер один, невнимательно читают или вообще не читают? Надо все разжевывать. Да. Это даже не проблема, это специфика. Просто невнимательно читают. Другая проблема в том, что иногда очень часто нам приходится не пускать в походы людей. Хотя это никто не нравится. Никто себя плащин ходоком не считает. Никто себя плащин водителем не считает. Это такая. Не только у нас возводятся, у всех. А потом ты когда идешь в пути смотришь, что человек даже ходить не может. И всю группу задерживает. И я иду, все, я там не знаю, супермен. Поэтому приходится выяснять. Задаешь наводящие вопросы. Рост, вес, как давно ходил. Максимальная дистанция, которую ты ходил или которую вы ходили. Все это уточняем и уже сами анализуем, что этот человек эту дистанцию не выдержит. Я говорю, извини, ты не сможешь. Ты не с нами. Я единственный, кто отказывается брать, когда люди хотят идти. Потому что я знаю, что ради одного-двоих пострадают 7-8 человек. И качество экскурсии падает. Недовольство будет. Я не набираю большие группы по 40-300 человек. Тоже качество экскурсии падает. Ты не можешь уделить внимание каждому человеку. Потому что ты за каждым человеком следишь. Кто-то отстает, кто-то вперед убегает. Ты гоняешь, кто-то впереди ему задвижись немножко. А сзади помогаешь. Бывает так, что кто-то травм получает, кто-то суд другая. По-разному. Там нужно какую-то помощь оказать. По-разному. В случае настолько разные бывают. Кто-то, не дай бог, чтобы такое повторялось, кто-то лодыжку ломает. У вас университетское образование. То есть вы применяете свои знания на практике. Очень помогает. Поэтому выбираем людей, которые готовы к сложным походам. Но у нас не только сложные походы. Мы делаем так чередуем. Одну неделю простые походы. Иногда я их называю так ленивые походы и детские походы. А одну неделю такие. Сложные. Потому что есть люди, которые хотят. Реально. Я хочу пройтись по горам 20-30 километров. И для них мы тоже один и второй год. Яхрян Амель. Проведите параллели между нашими местными туристами и иностранными туристами. Сложности при работе или преимущества? Сложности, если честно, нет. Знакомое. Единственное то, что... Я не знаю почему, но вот с 2002 года нашей истории фольклорова культуры иностранцы больше интересуются, чем местные. С чем вы это связываете? Я не знаю. Когда я начинаю что-то объяснять, показывать, он говорит, ой да, мы не знали. Я говорю, а вы интересовались этим? Он говорит, ну нет. Или же вот простой пример. Возьмем всеми любимых Геобеля. Правильно, да? И все эти Геобеля... Посмотреть там водопад всем красавец, озеро Новургель и покататься по канадке. И все. Правильно? А если я вам скажу, что по Геобеля, по одной Геобеля семь, семидневная экскурсия и каждый день нету повторов. Что-то невероятное. Ага. Охватывайтесь, охватывайте от, не знаю, суфийских мазолеев, заканчивая храмом митроистов и овальным голодом, который единственный на Кавказе. Это все в Геобелях. То есть, я хочу сказать, мы делаем микс, стараемся вот... Мы видим, что масса интересуется, предположим, цветами. А и лаванда пошла. Все идут на лаванду. И к этим лаванду хоть что-то мы историческое добавляем, с фольклорами, с культурой, чтобы хоть какое-то продвижение было, чтобы было с чем сравнивать, чтобы был интерес к этим регионам. Ну, не только там водопад, канатка и озеро. Нет. Я, например, очень ценю наши старые храмы, мечети. Неважно, да, вот эти постройки архитектуры. Среди них есть очень много уникально. И не только в плане республики, вот в мировом масштабе. Это круглые лунные храмы, круглые храмы этих митроистов и так далее. Местные меньше этим интересуются. Если я напишу одно письмо местному, одну иностранцу, то иностранец сразу за это ухватится, а места нет. Чем удивить наших местных туристов? Удивить? Мы делаем микс. Исторические факты, необычные блюда. Я один раз для польской группы придумывал шашлычный тур. Был семидневный тур, потом мы его сократили до пятидневный. Но обязательным условием было то, что мы ни один день, ни одного повтора не делали. Начинали там ханадан, потом люля-долма, искендарь чабабабы. Не турецкий, а наш швой. Чуравлы чабабабы, нергис чабабабы и так далее. Это естественно нравится. И вот у нас есть тоже одно национальное блюдо, называется шапалах. Что это за блюдо? Очень интересно. Вот мы завтра едем в Товуз, будем его там пробовать. Оно готовится в тандыре. Тоже древнее интересное блюдо, которое в Баку в двух-трех местах делают, но в регионах еще лучше делают. То есть это мясо. Это хороший, если так взять, это стейк. Отбивная, наверное. Хорошая отбивная, но ее 24 часа заготавливают. Маринуют. Маринуют. Эти секрет они не говорят. А потом в тандыре вам хорошенько его там два часа запекают. То есть и какие-то интересные исторические факты. У нас группа опять же маленькая, они им интересуются. Вот эти факты им интересуются. А когда рассказываешь про храм Пантилиус, а в роде сидишь, думаешь, что Пантилиус куда Азбаджанку, да? Пантилиус это больше древнегреческий был, да? Полвок, полукозел. А когда говоришь, что у нас вот такой храм есть, они смотрят. Или же, ну, не знаю, но у нас реально очень много чего интересного. Вот наглядно, когда покажешь, храм в форме головы чебурашки, например, показываешь, да? Это удивляет. То есть, помимо христианства и ислам, это молодые религии. До него были другие религии. Вы говорите о монотеизме. Да, монотеистичной религии. Это, ну, хотя, не знаю, некоторые загострелизм считают поли-теизмом, некоторым монотеизмом. То есть это, пусть теологи сами решают свои споры, да? Но факт то, что вот даже метроизм, у нас есть две ветви метроизма. Одна индоиранская, так скажем, да, ветвь, а другая античная, европейская. В Риме, например, метроизм очень много. Эти религи актуальны на сегодняшний день? Или вы говорите больше о... Зарастрийцам очень актуальны. Самым популярным Зарастрийцам был Фреддио Меркери, так скажем. В Азербайджане? Нет, Фреддио Меркери знаете, да? Да, 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 конечно. Зарастрийцы были в Азербайджане до начала 20-го века. А метроист, последний метроист, как я читал, был в Иране до 1979-го года. То это революция. Тимирианисты десполь есть. Это Уфа, это тюркские времена в России. Недавно приезжал историк из Уфу, специально тоже изучаете древние религи. Мы с ним колесили по горам, по этим, ну так скажем, возговорным деревням. Все выше 2000 метров. То есть ему было это интересно. То есть, видите, из-за рубежа приходят, изучают, смотрят. То есть одно из по книжкам, а другое из вы реально приходите и смотрите. Тактильно. Да, не только вот эти надписи древние. Это, ну, не арабская вязь, не фарси. Это совсем какие-то непонятные древние надписи, которые не он, не я. Могут туда есть кто-то читать, но мы пока не умеем читать. Ему это приятно смотреть. Скажите, пожалуйста, какие тенденции можно ожидать в нашем местном туризме? Что бы вы хотели ожидать? Вопрос сложный, если честно. Ну, тенденции сейчас такие вот. Наше агентство, оно недавно закончилось, 6 августа закончился один проект. Дала доступ всем людям. Каждый человек мог обратиться с проектом, со смертой и запустить свой проект по туризму. Что это сказать? У кого какие идеи есть, они были в открытом доступе и государство это финансировало. Но на данный момент, учитывая пандемию, у нас на первом месте все-таки экотуризм, или агротуризм, то есть форма тоже, да, когда люди выходят на природу, гуляют по горам на открытом воздухе. Единственное, что мы добавили к этой форме туризма, добавили историю, фольклор и кулинарию. То есть, изначально как было? Брали рюкзаки по 60-80 литров, набирали туда свою еду и шли. Мы нет. То есть, у нас не просто поход из пункта А в пункт Б. Мы охватываем немножко историю, немножко фольклор. Потом, ну, мы ведь не только исторические объекты коллекционируем, собираем. Мы фактически все везде пробуем и себе на заметку ставим. Вот там, например, хороший энергий слева, а вон там, например, вкусный шапалах. Едем сначала туда и так в шутку говорю, да, хочешь шапалах попробовать? Или девушка, да, представьтесь, скажешь девушку, что шапалах хочешь попробовать? Некоторые обижаются, что так, но у меня даже папа руку не поднимал. Я говорю, слушай, это шутка, да, это такая еда. То есть, и это коллекционируем. И, понимаете, делаем гиперэндорфинизацию, да, то есть, от походов эндорфина секрет увеличивается, то есть, получать удовольствие, да, приятное общение. Обычно вот такие походы идут, такие жизнерадостные интересные люди. Да, утеномышленники. Общение, веселье. И потом, когда уже ты даешь третью дозу вкусной едой, не просто там какие-то сосиски взял, на костре сделал и же, не знаю, да, извиняюсь, соют, маниморта. Нет, это не то. Клоритные местные. Да, вот если вот что-то колоритное, какое-то блюдо, да, интересное, которое человек впервые в жизни пробует и сидит, так смотрит, а что это такое? Вот это, да, вот это уже задевает, именно вот так, за душу задевает. Вот это интересно бывает. Вот этот формат, как бы скромно это не звучало, вот этот формат я бы не делал. То есть, сами, чтобы, ну, это дело для иностранцев, потом переключились на местных, и у них уже мнение тоже меняется. Вот сейчас все пишут в группу, что, смотри, если не будет там мэнгюка, или там, не знаю, шапалаза, или там куриного кю-кю, там, к нам лучше на глаза не попадайся, да. То есть, ребята уже такие, ждут. Не только похода ждут, но и кулинарных таких излишностей. Ну, есть напрямую, она просто убила нашу деятельность. Ну, никто никуда не выезжает, иностранцы не приезжают. Целый год? Вы? Полтора года, да. Полтора года, да. Но активно спортом занимались. Ну, правда, потом кое-какой несчастный случай случился. Приостановили немножко. Ну, я занимался треотлором. Это бег, велосипед и плавание. Сейчас бег и велосипед не могу делать, потому что небольшая травма ноги, но плаваю. Просто страницы вы делились, если не ошибаюсь, собаки, вот что-то такое, да? Да, да, было, да. Немножко так пожевали, да. Но плавание до сих пор занимаемся. Вот плавание, что еще? Удовольствие от плавания. В бассейне это одно. Но когда вы открытом море плаваете, это не каждый человек чувствует. Вот вы, когда плаваете, и тело идет по воде. Вот грибок и тело. Грибок и тело. Грибок и тело. Неважно, против, по... И вы начинаете слушать музыку. Вот под эту музыку вы плывете. Вот это удовольствие немножко не описать. А как музыка? Вот реально вы этот ритм образуете, музыка образуется. И вот вы плаваете, вы слушаете музыку. И можете плавать по 5-10 километров. Музыка стихий или как? Реально музыка получается. Очень интересно. Грибок. Какие-то колебания, может быть, звук? Да. 100-150 метров, когда вы уже поплыли немножко вглубь, там волна небольшая. И вот вы плывете, и от этого получаете удовольствие. В каждом герое рубрики «Мужской взгляд» мы сдаем такой вопрос. Как вы представляете себе Иннамлы Назаревхану? Я вот заданный вопрос, я давно вот рассматривал этот, ну, думал об этом вопросе. Для меня очень важно, чтобы женщина, могут высказать, что никакой связи нету, чтобы она не была ленивой. Смотрите, если она ленивой будет, она не будет неуверенна в себе и не будет работать над собой. В итоге, вот, это повлияет на все. Абсолютно на все. Действительно, да. И на уверенность, и на ее нежность, и на нее... То есть, настолько все сильно взаимосвязано, многие думают, что... Ну, так скажем, да, одна из проблем сейчас гиперопека матерей своих дочерей. Что это ты не делай, я сделаю так, то и все. Это неправильно, я думаю. Наоборот, нужно приучать к труду. Притом как умственную труду, так и физическую. Вот наши бабушки и дедушки, если взять наш фарклер, они были очень умными людьми. Правда, в 90-х годах только начали выделять виды интеллекта. Это академический, финансовый, физический, личностный, межличностный, эмоциональный. Сейчас вот ЭКЮ в моде пошло, ВЭКЮ, АЭКЮ, да. А наши бабушки это прекрасно все это надо. Вот вопрос, почему... Вот одна из наших традиций. Почему, если девушка не могла готовить дюшпяля, ее не выдавали замуж? Потому что семь дюшпяля нельзя уместить в одной ложке. Нет, нам на самом деле должно быть минимум 21 штучка в одной ложке, да. Или же другая была традиция, девушки делали вышивание, ковыдка или... Там много чего было, да, я что хочу сказать. Это тот самый физический интеллект. Вы знаете, да, сейчас хирурги очень часто практикуют там вязание и так далее, разрабатывается мелкомоторику детей, потому что кончики пальцев напрямую связаны с корой головного мозга. Это вышивка что? Это кончики пальцев. Это мелкомоторика. Дюшпяля – это то же самое. Ковыдка – это то же самое. То есть это физический интеллект, который влияет на академический интеллект. Эти девочки, во-первых, бывают активными, неленивыми. И из них выходят как уверенные женщины, так и, я думаю, что великолепные матери. И одновременно они не теряют своей межности, не теряют своей женственности. Это мое субъективное мнение. Я, например, вижу всю проблему в Ленине. Надо искренне в Ленине. Да. И завершающий вопрос. Я, наверное, что бы пожелали женщинам, азербайджанам, да и не только азербайджанам, и за пределами нашей страны? Во-первых, это может банально звучать, но здоровье. Но здоровье через спорт. И не только физическое здоровье. Многие думают, что человек, который занимается спортом, только физическое здоровье. Нет, это не так. Человек, который занимается спортом, который правильно планирует свой день. Тот же самый каменный менеджмент. Вот это физическое здоровье влияет на психическое здоровье. А психосоматику еще никто не отменял. Это влияет на все. И на семью, и на детей. С другой стороны, мать – хороший пример дома для детей. Если мать все планирует. Ну, и так наши матери вставали в 5-6 утра, например, что-то готовили и так далее. Сейчас готовку некоторые заменили на готовые полуфабрикаты. Я знаю, например, очень много женщин, которые вставать в 5 утра тренируются. Есть такие изящные из азербайджанцев. Вот одно. Недавно наши ребята вернулись из Сталина. То есть, триатлон, клуб наш ехал туда. Среди них была одна женщина. То есть, этот человек в 4-5 утра вставал, тренировался. Я знаю других людей, которые в 6 утра стоят, немножко тренируются. И к 9 они готовы. То есть, здоровье – это, может быть, банальное понятие. Но вот под этим словом подразумевается и психическое здоровье, и физическое здоровье. Если женщина здоровая, я думаю, что и над собой здоровая. И, как говорил у нас мудрячий Сен-Албон Тагиев, что он говорил? Дав образование одного мужчину, получится образованного. Ну, дав образование одного мальчика, получится образованного мужчину. А дав образование одной девочки, получится образованную семью. – Спасибо большое, Илья Майленд, за полезную беседу. Мы от всего нашего женского сообщества и Сен-Аули Азарин желаем вам процветания и успехов в вашем деле. – Спасибо. Продолжение следует...